Спи, дитя Ох, какое вкусненькое. И это скушаю тоже. И это тоже хочу скушать. Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки. Всем привет. Тишенька, привет. Я очень занят. Что ты там смотришь? Кого ты там хочешь съесть? Тиша. Я мороженое себе выбираю. Ааа. Тут много всякого и вкусненького. А ну дай-ка посмотреть. Я еще не выбрал. Тиша. Ты хочешь все это съесть один? А чего там есть? Ты что не знаешь, что если много мороженого съесть одному, то можно заболеть? Да. Да. И вообще не делиться это очень плохо. Ну, ну ладно. Поделюсь с тобой. Да. Но только чтобы не заболеть. А каким мороженым ты со мной поделишься? Я поделюсь с тобой. Ванильным? Крем-брюле? Или шоколадным? Или, например, пломбиром? Каким? Да мне все равно оно все вкусное. А может это у тебя мороженое с неполезными растительными добавками? Тиша. Может это мороженое вообще есть нельзя? А ты меня будешь угощать. Чего? Какие еще неполезные растительные добавки? Ну, может оно из растительных жиров. Ну, а должно быть из чего? А должно быть из натурального молока. Вот, например, на Руси, ребята, традиционным было замороженное молоко. И они его что, как мороженое ели что ли? Да. В деревнях на Масленицу делали смесь из замороженного творога, сметаны, изюма и сахара. О, как ты вкусненько рассказываешь. Да. А и кремы брюле и пломбир. Тиша, крем брюле переводится с французского как обожженные сливки. Ой, как вкусненько. Это такой сорт мороженого. Да, да, да. Десерт из заварного крема с карамельной корочкой. Ой, ой, прям так захотелось мороженого. А пломбир. Не пломбир, Тиша, а пломбир. Пломбир, это тоже французское мороженое. Оно приготовлено из молока, сливок с вкусовыми добавками. Ваниль, шоколад, орех или фрукты. Ну, Даша. Что? Так мороженого хочется. Ой, очень хочется, да. Я вот сейчас его прямо с этого экрана и облизну. Тише, тише, тише. Нельзя есть мороженое с картинки. Ну, хочется. Тишенька, давай мы лучше мороженое приготовим сами. Вместе? Да. Только завтра. Ой, как интересненько. Как завтра? Ну, потому что сейчас пришла пора смотреть с ребятами мультфильм. Без мороженого? Без мороженое мы будем смотреть завтра. Ну, ладно. Потерплю. Чего уж там. Баю-баюшки, ребята. Баю-баюшки, мальчики и девочки. Таким, до завтра. Ну, вот и начинается, ребята и девчата. Волшебная история про девочку Ренату. О глобусе невиновом, о чудесах на свете. Увидите, услышите и взрослые, и дети. Пчела-пчелография, веселые уроки. Такая география. Мир близкий и далекий. Какая география. Мир близкий и далекий. На приеме у королевы. Ах, вот вы какие! Наслышана я о ваших полетах, приключениях. Знаю, что вы любознательные и веселые. Но главное, у вас доброе сердце. Поэтому именно вас я выбрала для одной очень важной миссии. Когда-то на нашей планете все народы говорили на одном языке. И все люди были добрые и отзывчивые. Это было так давно, что никто этого уже не помнит. Это было, когда зарождалась земля. Полюбили ее пришельцы. Сошли с космического корабля. Приступили к работе умельцы. Появилось все живое. Рыбы, звери рождались. Пчелы повсюду порхали. На одном языке народы общались. И представьте, все понимали. Был прозрачен воздух. Были реки чисты. И птицы радостно пели. На земле повсюду распускались цветы. Опылять их пчелы летели. Были созданы в мире семь чудес света. Невозможно их сейчас объяснить. И была уютной наша планета. Все умели дружно жить. Никто этого не помнит. Ученые напрасно гадают. Как объяснить всем чудес света. Никто до сих пор не знает. Не нравилось это большому злодею. Стал народы он разобщать. И на землю люди пороки посеял. А пришельцев стал изгонять. Перестали люди друг друга слышать. Перестали языки понимать. Было это послано злодеем. Свыше нужно злоту расколдовать. Никто этого не помнит. Ученые напрасно гадают. Как объяснить всем чудес света. Никто до сих пор не знает. Так рассказывала моя прапрапрабабушка. Люди все хуже стали относиться к окружающей природе. В некоторых странах стали гибнуть пчелы. А если нет пчел, то завянут цветы. Погибнут деревья, растения. Исчезнет животный мир. И все живое на земле пропадет. Такую катастрофу задумал для нашей планеты большой злодей. И была ожесточенная битва между добрыми пришельцами и войском большого злодея. К сожалению, силы были не равны. И тогда, прежде чем покинуть землю, добрые пришельцы оставили в доме сказочника программу «Добрин-пониматель», которая поможет людям быть добрыми, снова понимать друг друга, и на нашей планете еще чудесней зацветут сады. Но где же найти этот добрин-пониматель? Известно только, что он находится в доме сказочника. А где его дом, никто не знает. И ваша задача – найти добрин-пониматель и спасти человечество. Мы поняли задачу, Ваше Величество. И отправляемся с Ренатой на поиски чудесного добрин-понимателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, друг, за что они тебя так? Да вот эти пчелы работать заставляют. А я это не люблю, негодяи. А ты итог такой. А я это, годяй. А ты наш человек. А о чем это они там болтали? Да вот королева поручила жужужушке этой девчонке найти какой-то добрин-пониматель. И они одаряются искать его по всему миру. А где же этот добрин-пониматель находится? У какого-то сказочника. А где конкретно – никто не знает. Ммм, надо их опередить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА